Дмитрий Князев Смешанные боевые единоборства представляют из себя ударную бросковую технику. Нельзя быть в каком-то виде сильнее в боксе или в борьбе. Здесь надо быть сильным во всех компонентах. Поэтому, ну, смешанные единоборства изучать нужно очень хорошо. Борьбу, очень хорошо. Бокс, технику карате, удара ногами. То есть, если в каком-то компоненте спортсмен слабый, то там делать нечего. Потому что на соревнованиях такого уровня выступают только лучшие спортсмены из разных видов спорта. Ну, как бы вот так вот, да. Ну, если раньше считалось, что, наверное, самый зрелищный вид спорта – это бокс. Если хочешь, чтобы там всех били, месили, смотри, бокс. То есть, сейчас считается, что ММА все-таки по зрелищности, они, наверное, как-то переплюнули этот вид спорта. Да, конечно, по зрелищности переплюнули. Это очевидно. При всем уважении к боксу, этот вид очень достойный. Но я думаю, что интересно, когда идет бокс, и потом работа в партере. Это намного интереснее, намного мобильнее, динамичнее. Вид спорта смотрится. В 90-х годах еще я был юношей, изучал рукопашный бой. Я смотрел по телевизору профессиональные бои по смешанным боевым единоборствам. Выходил боксер с одной перчаткой, борец выходил в кимоно. И выясняли, кто сильнее же из них. Тогда это были бои без правил. Это был жесткий очень вид. Сначала в Штатах, потом в Японии. Дорогу из наших спортсменов был Олег Токтаров. Он был чемпионом UFC в Штатах. Потом, конечно, наш президент Федор Владимирович Емельяненко. Конечно же, он открыл дорогу всем молодым спортсменам. И в 2012 году, когда Федор закончил свою карьеру, он решил продвигать любительский ММА. То есть всем молодым спортсменам дорога. Также проходили соревнования как по самбо, так и по ММА. То есть вот как бы вот так вот. По-прежнему многие называют ММА бои без правил. Тем не менее, правила все же есть. Конечно же, есть. И очень много было по этому разговоров. Очень жестко. Но очень четкое судейство. Есть, конечно, ограничение правил. То есть все в пределах правил. И какие-то вещи, которые раньше в боях без правил были. Там, допустим, удары локтями по голове запретили. Добивание ногой в голову по лежачему спортсмену тоже запретили. Соответственно, правила довольно-таки мобильные, нормальные. И подготовленный спортсмен не получает травмы. Я считаю, что даже в боксе больше травм получает, потому что больше бьют по голове. Тем не менее, считается, что очень жестокий вид спорта. И вот что даже спортсмены, которые выступают в этом виде единоборств, тоже жестокостью особо отличаются. Или это не так? Нет. И как жестокостью? Ну, победитель он всегда победитель. Он побеждает. Он выходит на ринг и он добивается своей победы. А так у нас спортсмены все очень корректные, очень культурные жестокости. Ну, конечно же, он жестче. В любом случае, туда идут только самые сильные спортсмены. Поэтому, если человек духом слабый, в ММА делать вообще нечего. То есть, поэтому, вот как бы так вот. Как давно в Федерации существует этого вида спорта? Вы имеете в виду в Рязани, да? Да, конечно. Ну, в 2012 году Союз ММА России появился. В 2013 Федор Владимирович Емельяненко приехал проводить здесь семинар. За главным тренером сборной России Геннадий Капшай. Вот. Мы здесь проходили аттестацию. У нас аттестовалось более 10 тренеров. Вот. То есть, получили лицензию, тренерскую лицензию. Начали выступать именно по этим соревнованиям. Соревнования сначала были только по-взрослым. То есть, у нас мы прошли несколько ЦФО. Вот. И ездили в Старый Оскол позапрошлым году. В прошлом году в Чехово на ЦФО ездили. Вот. В этом году мы были в Иваново. Вот. Заняли мы в общекомандном зачете нашей команды второе место. Проиграли МОС-области. Вот. То есть, уровень рязанских спортсменов растет. Вот. Ну, конечно же, мы на всех конференциях задавали вопрос президенту, «Когда же детский ММА будет?» Вот. Ну, как бы этот вид жесткий, и вроде бы не хотели сначала. Но потом, проанализировав, ограничив жесткие действия в правилах, сейчас с 12 лет можно заниматься любительским ММА. Вот. И мы уже, как бы, проводили в Спаске-Рязанском первенство в области по детишкам. Все у нас здорово. Трамы у нас не было. Вот. Поэтому, я думаю, что мы будем двигаться дальше и развиваться. Вот. Ну, и у нас еще есть хорошие спортсмены, которые завоевывают на Кубке России. У нас человек был призером. Вот. Ну, в целом, вам скажу так, что в этом виде сложнее добиться максимального результата. Потому что туда идут спортсмены. Ну, они уже, допустим, в своем виде спорта. Мастер спорта международного класса. Мастер спорта. То есть, когда мы смотрим сетку и смотрим, кто на ЦФО выступает, ну, мастер по трем, по двум или по одному виду единоборств. Поэтому здесь очень сложно. Ну, вот если для того, чтобы заниматься, выступать в ММА, нужно иметь навыки многих видов единоборств. Вот как бы с детьми, которые в 12 лет могут уже заниматься вот этим спортом. То есть, у них тоже должны быть уже какие-то навыки к этому моменту? Нет. Ну, обычные навыки ударной техники, борьбы, работа партера. То есть, ребенок должен до этого где-то уже заниматься? Нет. Почему? Или можно идти прямо с нуля? Да, можно с нуля идти. Я в этом проблем никаких не вижу. Поэтому здесь можно спокойно. Я на своем опыте. У меня очень много детишек занимаются. Я вообще преподаю в Спаске Рязанском. У меня спортивный клуб Евпатий Коловрат. И много детишек ко мне ходят. Вот. Ну, я в принципе понял, что если правильно преподавать, детишки будут и бороться, и хорошо работать в ударной технике. Вот. Это доказывает то, что мы даже пробуем соревнования по той же борьбе, по грэплингу. Вот у нас ребятки выступают. Потом же мы идем пробуем по боксу, у нас тоже получается. То есть, значит, у нас идет работа правильная. Ну, как бы вот так вот. Меня вот сюда восхищали женщины, которые занимаются какими-то единоборствами. В ММА, насколько я понимаю, женщины редко все-таки встречаются. Ну, в данный момент в союзе женского вида ММА нет. Я вот знаю, одну девушку, она говорит, я бы вот пошла, но вот не с кем. Ну да, ну вот. То есть, еще не приняли женский ММА. Хотя, я думаю, в ближайшее время должно это все произойти. Потому что смотришь, как в Штатах все это двигается. Женщины очень достойно бьются. И наши женщины ездят, сейчас и выступают. И довольно-таки достойно тоже выступают. Поэтому я думаю, что все будет в ближайшее время. В детском ММА девочки тоже как бы планируются? Ну, вообще девушки... Или только мальчики только приходят? Нет, девушки планируются. Девушки приходят, занимаются. И боксируют, и стоят. Но мы больше акцент, наверное, делаем на борьбу. Вот, чтобы они боролись. Ну, в ближайшее время, может быть, когда скажут, будем готовить девушек. Планы спортивные на будущее? Вы имеете в виду на федерации? Я вот, насколько знаю, в Рязанской области первенство России по ММА где-то осенью должно быть, да? Да, это будет 4 октября в городе Сасово. Вот, ну, ожидается от 100 до 120 спортсменов. Возможно, если все будет нормально, то Федор Емельяненко к нам приедет, вот, наш президент федерации. Вот, многоуважаемый, который, проведя семинар, потом мы приехали в Старый Оскол, он всех узнал, со всеми поздоровался. Настолько такой позитивный человек, очень приятно, что у нас стоит такой руководитель в нашей федерации. Поэтому федерация очень хорошо развивается. Вот, ну, соответственно, в Сасово, да, мы ожидаем спортсменов, мы будем выставлять два состава. Сейчас мы уже, как бы, предварительно у нас есть ребята, которые до 21 года будут защищать честь Рязанской области. Ну, будем стараться занять первое место. Конечно, будет очень сложно, потому что очень сильная Москва, очень сильный Дагестан. Вот, есть конкуренция, вот, ну, наши тренера тоже работают. И, соответственно, мы будем, ну, дальше двигать все это. Ну, что ж, успехов вам, вам победа обязательно. Нашим телезрителям напомню, в гостях у меня сегодня был Дмитрий Князев, тренер Федерации Рязанской области по смешанным боевым единоборствам Союза ММА России. Это программа «Городские встречи». Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова